Вот я могу спросать тенечек, что у тебя аж солнышко не палило. Дело в общем, я очень сильно, почти на 100% подогреваю вредительство. Почему? 17 тысяч километров позади, это новая машина. Последний день, в один день, она прошла 1615 километров в один день. Но любому понятно, что больная лошадь не пройдет столько. Притом ни одного замечания не было. От них только выехали, это сервис бесплатный. Я был против до конца. А вот это сервис делать, я говорю, я вот за этот сервис. Вот участник, который понимает, заплати ему. Я знаю, человек трезвый, хороший отзыв о нем. Они там полупьяные сидят. Еще? Ей попить. Компот это. Компот это. Ну смотри, чтобы это не класс. Можно вас Сергей звонит, да? Возьми полотенце быстренько вытрепорь. Да нет, наверное, такое. Вы как хирург, хирург, медсестра. Вы как хирург, медсестра, медсестра, вытягиваете все время. Не вкусно. Давайте сюда. Вы достойны того. Даже не мысль. Ну, что закрепите глаза. Хирург всегда с обслугой, медсестер. Если вы это отремонтируете, она пойдет нормально. Вы все время будете в наших молитвах. Не говоря ничего. Мы делаем дело, которое никто в России никогда не делал. Вообще не было этого. Мы дарим книги от вашей библиотеки, теперь наши книги. Сегодня подарили мы. Не имея ничего, мы обогащаем весь мир. Вот за этот серий, вот я это и говорил ребятам, вот за этот серий себя двумя руками голосую. А там, двумя руками против. А вы хотели сказать, что вы много знаете вам. Чтобы сегодня по счастью, они как лохов, разводят людей. Один, бабка принесла, мы их работаем. Я говорю, что ты сделал? Головку протер обеколоном. А сколько взяли? Ну, тогда, блин, пол пенсии. А пусть сама протирает. Ну, ему какая разница, взял да пропил. А верующий так не рассуждает. Не буду Бога. Мне вспомнился случай один. Парень рассказывает, говорит, сосед купил велосипед, этот мотоцикл, разобрал. А я, говорит, шел, у меня, говорит, пружинка была от часов. Я играл, она, говорит, согнулась и выскочила. А он, говорит, собирает, сначала одна лишняя пружинка. Она отлетела, упала вот на этот полотно. Он опять разобрал, опять. А я, говорит, обратно иду, говорю, о, дядя Сережа, так это моя пружинка. Греб меня, паразит я из-за тебя, говорит, уже сколько времени. Я сижу, говорю, а, я, говорю, лежу, лишняя у меня пружинка была. А я мотоцикл уже в первый раз разобрал. Вот это я понимаю, ну. Ну, а что, хорошая шутка, да? Я в каждом деле называю слово профессионал. Вот если я занимаюсь, вот божественно, я преподаю в разных университетах, по радио, в этом деле я с любым профессором говорю, он как ребенок стоит. Я 50-х с этим занимаюсь. Ты в технике. Значит, это не только твой хлеб, но и твоя честь. Мы разобрали. Приспособились уже к чужому труду. Мы вертолазболизали. Покахнул. Меня интересует стружка эта, как могла попасть туда. Или она скоблела? Да, может быть, при... Осталась она где-то... Ну, не умышленно же поставлена. Да, ну, да. Когда вот эти вот вытачивали алюминиевые... Она не отлетела. А потом, когда начало крутиться, она отлетела. Нет, нет. Она металлическая стружка, не алюминиевая. Не, вот это же сам корпус-то алюминиевый. Мы его когда точили в таком станке, видать, не зашлифовали. Или прилипнет какая-то там. Нам нужно, чтобы она в горах нигде не остановилась, где никого, людей нет. Ну, да. Я один из вариантов прорабатывал такой уже. Найти, знать, какие автобусы, машину у кого-то попросить оставить. И кто советовал сервису, пусть приезжает и вывозит ее отсюда. Мы-то не понимаем ничего. Вот это единственный, кто умеет крутить баранку. Ну, этот на подмогу ему. К смертной тени. Ну, что, ставим вашу? Да, надо эту поставить. Я думаю, что после стружки по-другому себя вести. А может и сгорело. Потому что там замыкание. А где стружка-то та? Она куда-то выпала. Когда у человека осколок вытаскивают, человек спешит. Да вот, наверное, вот блестивка. Я заметил, что маленькая блестивка. Но она разлетелась. Я ее крутил, крутил. Ладно, ладно, ладно. Она второй раз уже не попадет. Не бывает же так. Чтобы это... Говорят... Как раз в день, когда в сервисе была. Вот вопрос. Он пока не отвечен. Совпадение. Я думаю, так вот. Я 40 лет печеньком я работал. Я прораб, но мне не давали работать. Печняка, если не убажут, не напоят. Он может такое сделать. Он труба гудеть будет там. Да, я слышал такое. Секреты. А чтобы сделать, как должно, он не может. Вот мы здесь проезжали. Последнее село. Как оно? Залезово что ли было? Рядом. Квитманово. Я гляжу через забор. Мужик. И у него кирпич. Я говорю, что, печку готовишь? Как туда делали? Мужики. Десять дней. Я говорю, я работал. Я в печь под фундаментом, дотру с другой, за день две печи выкладывал. У меня все время 300% было. Я первый в тресте держал. Я неудержимый в работе. Ни одного перекура нет. Я должен быть абсолютным специалистом, профессионалом в своем деле. Ко мне люди обратились. А на печь тонны наползали меньше угля. Жара до самого пола. Дети маленькие, попа уползает. А я говорю, в валенках ноги мерзли. Прошло уже 30 лет, он все еще благодарит. И все еще стоит. Так, Игорь, то есть это сделано будет, мы будем ехать. Мы будем сто раз возвращаться к этому Сергею. Лучше не возвращаться. А у меня сколько раз у вас подошло сервис, чтобы это числа не будет. Мы вас в молитве будем вспоминать. Благодарим. Только при чем тут сервис непонятный, Игорь Тихонович. Так. Ну, крышку, наверное, ставить не буду. Ну, может быть, поставить? А потом ее опять? А, мы ее в любой момент поставим, да? То есть записывать это все надо. Все будет за... Так, ну все. Почему меня не ведете? Блокнот-то записать. Что дальше нужно делать? Нарисовать мигом. Так, сейчас нам надо как-то этот... Ремень... Ну, еще не факт, что заведется. Или мудрить. Еще не факт. Просто... Ну, это надо... Могла еще вот эта сгореть. Из-за того, что вот это было повреждение, вот здесь могла сгореть. Но мы сейчас надеемся, что она не сгорела. А если не сгорела, она может быть не сгоревшая, но поврежденная. Ну, я думаю... У нее нет середины. То есть она же или целая, или... Да, там микросхема. Она или сгорела, или не сгорела. То есть наполовину худо работать она не может. Единственное, что сейчас она покажет, отрицательный вариант.